Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами снова Асхат Халилов. Тема Мир Бритв. Спонсор сегодняшнего видеообзора и зритель моего канала под ником Виталь77. Он прислал станок. В конце видео будет ссылка на видеообзор, где подробно показан крупным планом этот станок. Я нарисовал здесь короче говоря на плите, не на крышке, а на плите с верхней части есть вот такой логотип. Если кто из вас видел где-то или знает, напишите. В общем, мы не знаем, когда он произведен, кем. Коробочку сейчас показывать не буду. В общем, пишите в комментариях, но будьте взаимоверны. Также лезвие предоставил Виталий77 от Rappira Latinum Luxe. Мы зарядим. Взбил я пену из стика Arco турецкого. Я его утрамбовал в чашу. В общем, спасибо вам, уважаемый зритель. В комментариях написали, когда, что там вот этот химозный запах. Нужно стик распаковать. У меня полежал что-то полгода. В общем, лишний аромат выветрился. Теперь приятный такой банный аромат. В общем, хорошую взбил пенку. Вот. По мазкам спокарик чешский. Вот. Ну все. Во втором блоке мы вот этим неизвестным станком, в этом есть какая-то тайная интрига, побреемся. Итак, Arco нанесем на лицо. Размельчить кожу. Сейчас у нас уже почти пол первой ночи. Ничего не поделаешь. Пока поставишь оборудование, то все. Время. Итак, пока кожа размягчается, берем... Ох, уже последний лезвие. Все заканчивается в этой жизни. Все. Бриться надо с хорошим настроением. Вот. Потому что в жизни радости у нас не так уж много. Ёлки-палки. Вот не поленюсь, стану и зажгу. Да прям в кадре. Это же антураж. Вот всегда. Видите, когда нет статистов. Ну, в общем, да что такое? Затушил. Когда это съемки фильма, там есть отдельные люди, особенно за границей, которые отвечают, например, чтобы у главного героя были под рукой кофе, сигареты или там огонь должен гореть. Ну, это не зря. Вот видите, все равно сам за всем не уследишь. Итак, распаковываем. Аккуратно, аккуратно. Кстати, там споры идут. Боже мой. Клей вот тут есть в четырех местах, на которых, на котором закрепится бумажка. Нельзя его смывать. На советских лезвиях писали не смывать. Потому что в детстве я пытался, в юности смыть, а очень серьезно порезался. Так вот. Сейчас, подождите. Ага, перекосило. Давайте выровним. Видите? В общем, порезался. А там споры идут, там, насчет этого клея, что он чуть ли не мешает бриться. Итак, теперь нанесем. Видите? Отвыкаться по карикам. Потому что я то одним по мазкам, то другим. Вот такое ощущение, что не своей рукой, не своей рукой, как будто наношу его. Так вот, этот химозный аромат, как кто-то из нас написал. Выветрился. О, хорошо. Мы делаем теперь мало проходов, поэтому вот этот релакс нанести нормально. О, здорово. Слушайте, прям задышалось. Станок напоминает мне и мост Римас, и этот. О, поет станок. Компактный. Щетина, видали, какая? Здесь горячая вода, но не кипяток. Тоже там в комментариях такие споры были, что кипяток тупит лезвие, ну и тому подобное. Я кипяток не беру. Но в холодной воде получится плохо. Полощем. О, все-таки как здорово. Ну, это чистой воды случайность, что я начал тему бритья. Хорошо, что я начал вести. Это хобби. Не приносит пока прибыли, но улучшает мое настроение. Поет, поет. Потому что он легкий. Не такой легкий, как Солуна, производства Чехословакии, но легонький. Так. Здорово. Пока полет нормальный. Хе-хе-хе. Вот такой остановочек. Симпатяга. Сегодня, кстати, наверное, это связано, что приближается весна. Этот спокарик, если память не изменяет, это кабанячий же. Короче, начал жутко линять. Жутко. Я устал отсюда это. Волосы большие доставать. Ну, наверное, что-то есть в природе, да? Хе-хе-хе. Помазок линяет. Весна. Скоро. Жидковатая получилась пена. Ну, пойдет. Ай. Я, вправду, много воды сегодня добавил. Так, теперь против. Вот, сейчас покажу. Вот в этом положении уже бреет. Все-таки маленький, да удаленький. Это, наверное, в том числе про такие станки сказано. Ну, на вкус и цвет, товарищи, нет. У меня, конечно, субъективное мнение. Кому-то нравятся станки большие, ручки. Смею предположить, господа, товарищи, что из-за того, что покрытия тут, в общем, его почти нет, он не гладенько идет. Он как бы вот за кожу даже цепляется. Потому что, вот, в общем, оно почти все сошло, покрытие. Все. Теперь наносим и подбреваем места. Ну, то есть я уже отработал чуть-чуть собственную технику и собственное количество проходов. Так, небольшой. Опять же, по вашим советам. То есть я прислушаюсь к советам, а почему бы нет? Это же, как бы, эксперимент. Эксперимент ставит задачу выявить, есть закономерность. Она наблюдается или нет. То есть мы, соблюдая определенные условия, можем повторить результат опыта или нет. А исключение, как говорят, только подтверждает закономерность. Так, теперь местами. Полощем, не забываем. Все-таки мне больше нравится открытый гребень. Вот, серьезно. Виталий, 77, я у него консультируюсь, как, можно сказать, у эксперта. Но знает, во всяком случае, он больше, чем я, по многим станкам. Что открытый гребень, он как грейдер, не снимает всю пену, а оставляет ее достаточно много. И станок лучше скользит. Вот это скольжение, особенно по скольжению. Потому что, когда закрытый, он, знаете, как греет. И снимает, как снег с асфальта. Так что, мы смеем предположить, я согласен с Виталием, 77. Что открытый гребень, он оставляет больше, когда вот станок уже ведете по лицу, больше пены. О, рыцарская чаша. Хлебнул воды. О, бедрен батон. Но придется в кадре встать, но я же не буду, не хочу делать монтаж, если честно. Я забыл одеколон. Эх, когда-нибудь смогу нанять статистов, которые будут готовить аксессуары. Чтоб я их не забывал. Хамбург Аист. Производство Франция. Чуть-чуть наносим на ладошку. О, хо-хо-хо-хо. Порезав нюк, но бодрит, бодрит. Еще. Если честно, бритье, ну не то, что... Ой, я имею в виду нанесение одеколона, один из любимых моментов в бритье. Он бодрит. Ха-хо-хо. Еще один раз. О, 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 небольшой массажик. О. Итак, спонсором сегодняшнего видеообзора был Виталий77. Вот там еще осталось у нас время чуть пообщаться. Я старался, в общем, я поменял политику. Я делаю один блог, где рассказываю, чем буду бриться. Сейчас уже не буду повторяться. А сейчас поговорим о станке. Значит так, просьба, уважаемые зрители, помогите определить, кто же этот незнакомец, что же это за станок. Прям рекламный слоган, слушайте. Очень удобный. Единственное, конечно, он не очень годится для того, чтобы им пользоваться, потому что он облез, покрыть. Я не знаю, тут никель, чем он был покрыт. Все облезло, облезло. Просто покоцанный станочек. Но хорошо сохранилась только ручка с насечкой в виде ромбиков или накаткой. Как разные, я смотрю разных вид шеймеров, все говорят по-разному. Но я не очень люблю теорию. Мне нравится в данном случае практика. То есть вот мое личное, пусть субъективное, но я по возможности стараюсь быть честным. Честное мнение. Значит так, все понравилось, кроме одного. Из-за того, что я от крышки старался бриться, хоть это не очень, в принципе, не агрессивно, я считаю, станок. Крышка облезлая. И у меня такое ощущение, что за кожу цепляло. То есть, смею предположить, что когда никелируют, ну короче, покрывают станок тем или иным гладким металлом, не просто так и не ради гламура. Это делается для того, чтобы вот он как бы лучше было, короче, как бы он лучше скользил. А да, порезов нет. Разрожение или что-то, посмотрим, будет завтра или нет. Но порезов нет. И это характеризует станок уже достаточно с положительной стороны, потому что вы видели там часто, в прошлый раз, кажется, да, станок салуна с закрытым гребнем, я просто был весь в порезах. Кстати, да, ну просто лень это делать. Можно было заставку сделать, знаете, такие вот крестики, изоленты, вот так, все лицо залепить, сфотографировать и на заставку. Салуна, закрытый гребень. Будешь бриться, не спеши. Ну, думаю, на сегодня достаточно. Пишите, уважаемые зрители, ваши предположения. Кто и когда произвел сей симпатичнейший станочек. Всем удачи и до новых видеообзоров. Уважаемые зрители, да по скриптам, так как, когда был подробный обзор этого неизвестного станка, я забыл взять коробога. И один из зрителей, спасибо, тактично написал, что было удобно понять размеру. Давайте мы достанем. Неизвестный станочек. Также я не поленюсь. Еще раз покажу, что вот на вот этой крышке, плите сверху, есть вот такой логотип. Если вы знаете, что это, напишите, пожалуйста, в комментариях. Так, давайте соберем. Сейчас подробно уже показывать не буду, показывал. Просто... Вот спичечный коробок. Сейчас освещение. Видите, станочек небольшой, как я вам говорил. Можно понять его размер. Он в длину ненамного, не сильно больше спичного коробка. Но мне этот станочек все равно очень нравится. Ну вот, я показал его рядом с спичным коробком, как ориентир по некому стандарту размера. А, да. И я еще раз все равно зачитаю вам параметры. Специально я их выписал. Значит так. Длина головы 41 миллиметр. Ширина головы 25 миллиметров. Длина всего станка 74 миллиметра. И толщина ручки 10 миллиметров. Все, уважаемые зрители. До новых встреч.